Всем привет! Вы на канале Единорожка! И сегодня у нас будет обзор у такой вот замечательной Пулип Заботливые Мишки. Немножко об истории этой Пулип. Она выпущена с коллаборацией Заботливые Мишки. Это есть такой мультсериал, как я понимаю. Я их, честно говоря, не смотрела. Если вы смотрели, пишите комментарии. Ну и давайте уже скорее начнем рассматривать эту куколку. Начнем мы с лица. Вот так вот выглядит ее лицо. У нее она очень миленькая, немножко застенчивая. У нее они прорисованы очень много ресниц, а точнее они у нее прорисованы именно снизу. Сверху у нее прорисовано 4 реснички, прокрашены они коричневым цветом и также прокрашена коричневым цветом. Складка века. На нижнем веке просто множество-множество светло-коричневых ресниц. Издалека это вообще смотрится, как будто бы это светло-коричневые тени. Также у нее очень даже сильный румянец, он у нее расположен прямо по центру щечек, и также есть вот такие вот по три точечки на каждый из щечек. Наверное, они изображают веснушки. Также у нее есть очень красивые губы, они покрашены как будто бы таким нежно-розовым блеском для губ. Если приглядеться на губах, есть вот такие вот полосочки промежуточные, вот так вот они выглядят. Также у нее в уголках губ прорисованы такие вот черненькие черточки, и с помощью них мы видим, что она улыбается. Сами зрачки глаз, они у нее двухцветные, сверху темно-коричневые, снизу светло-коричневые, и они без прорисовывания всяких черточек. Наверное, специально так сделано, чтобы глаза казались более мультяшными, чем живыми. Ну и вообще вся эта кукла сделан в ней упор на мультяшность, нежели на реалистичность. Также у нее есть три вида глаз, то есть варианты их закрытия. Вот этот первый полузакрытый, также их можно вот так открыть, они будут полностью открыты. И также их можно закрыть, нажав на ретяжок, который находится сзади. И вот так вот выглядит ее закрытая века, оно очень интересно. Сам внизу века есть вот такой вот узор темно-фиолетового цвета, кажется, как будто бы он вообще черный, на самом деле нет. И также само века, оно из ярко-розового приходит в белый. Вот так вот выглядят рычажки, собственно, эти. Тут вот такие вот как бы зубчики, которые вот так вот при нажатии можно открыть-закрыть. И также, я вам еще не показала, есть вот такой вот рычажок, который двигается, и с помощью него можно вращать глаза куклы. Также у куколки есть бровки, они у нее под челкой, и они у нее нежно-розового цвета. Давайте рассмотрим ее волос. Для этого мы снимем вот эту вот замечательную шапочку. Вот так вот выглядят ее волосы. Прическа сама собой представляет два заплетенных хвостика, которые держатся на резинке, и также оплетенными ниточками вокруг волос. И также челка для пулипы, это просто классика, можно сказать. И также на конце челок есть вот такие вот более длинные прядки, обрамляющие лицо. Сами волосы средней длины, то есть они как бы и не до пола, но при этом это как бы и не каре. И волосы сами, они очень красивого, такого фиолетового-розового-неонового цвета. На видео они кажутся прям такими розовыми, но в жизни они более такого темно-фиолетового цвета. Вот так вот выглядит, кстати, сзади пробор. Он тоже очень интересный, он таким зигзагом идет. Это, наверное, сделано специально, чтобы не было видно залысин. И давайте уже скорее осмотрим одежду этой куколки. Начнем, пожалуй, мы вот с этой шапочки. Эта шапочка просто гипермилая, у нее просто уровень милоты зашкаливает, как, собственно, и во всей этой кукле. Она вот такая вот меховая, вот такая вот шерсть переливается, очень блестит. Мягкая, выполнена она, видите, головы мишки. Кстати, носик, сама мордочка беленькая, она выполнена более длинным ворсом, чем сама шапочка. Также у этого мишки есть такие вот глазки и бровки. Также у него есть вот такой вот розвенький носик с пимпочкой в виде сердечка. Также у него прорисованные точечки вокруг моськи и сам ротик. Ротик, кстати, у него абсолютно не улыбается. Он такой вот очень серьезный. А вы думали, я сама серьезность? Также у него есть вот такие вот ушки. Спереди они белого цвета, а сзади они розвенькие. И также у него есть очень прикольный причесончик. Это уже не шерсть, а как будто бы такой вот пух. Квадратик пуха. Не обзывай так мой причесон. И также эта шапочка на такой очень миленькой подкладке. Она представляет собой радужные сердечки. Вот так вот она выглядит. На самом деле она очень объемная и внутри абсолютно не пришита. Мне кажется, ее все-таки нужно было бы пришить на месте создателей этой куколки. Следующий мы, пожалуй, рассмотрим вот такой вот замечательный воротничок. Да-да, это отдельный воротничок. Представляет он собой вот такую вот длинненькую беленькую сосиску, которая не прошита. Это сделано специально, как бы чтобы мех ложился вот таким вот интересным образом. Как бы шашечкой. Также на ее конце есть вот такой вот бантик. Он радужного цвета. И внутри его приклеено розовое яркое сердце. Оно гораздо ярче, чем носик шапочки. И вот скажите, мне интересно, ее волосы, они вот примерно такого же цвета, как это сердечко. Но почему на видео выглядят они абсолютно красными? Для меня это просто загадка. Для меня тоже. Подожди, не лезь. Тебя еще мы успеем рассмотреть. Следующее мы рассмотрим пальто. Пальто это просто безумно милое и кавайное. Спереди есть вот такая вот полоска, кружевная. Она выполнена сама из фетра. С боков есть кружево. И кнопочки, которые на самом пальто, они сделаны радужными. Передняя часть этого пальто, оно белого цвета, выполнено из фетра. По бокам этой как бы вставки фетровой есть кружево. И на этой белой вставке есть также пуговки, которые радужного цвета. Сверху розовые, потом идет рыженькие, потом идут такого цвета желтенькие, голубенькие и синенькие. Снизу это пальто украшает мех, так же как и с рукавов тоже. И так же внизу есть два вот таких миленьких бантика. Вот. И так же сзади есть просто миленькая, просто милейшая деталь. Это вот такой вот хвостик зайчика. Он никак не отстегивается, он приклеен к этому пальто. И он сам безумно объемный. По этому подставку приходится все время цеплять не за талию, а под пальто. Так же бантики есть прям на рукавах. Так же это пальто крепится на три пуговки. Вот так вот они отстегиваются. И давайте снимем это пальто. Вот мы и родили ку-ку-ку. Вот я и сняла пальто. Внутри оно вот на такой вот подкладке розовенькое, горошек беленький. И деталь, которая мне немножко не понравилась, то то, что вот тут вот прокладка обрывается просто, и тут край абсолютно не обработан, и приходит в рукава. Возможно, это сделали специально, чтобы как бы рука куклы хорошо просовывалась, так как под пальто еще есть платье, и чтобы прокладка как бы его не уменьшала внутри. Ну, на мой взгляд, край могли в принципе обработать. Также есть вот такая вот очень миленькая бирочка, на которой написаны заботливые мишки. А на обратной стороне написано пулит, и то, что произведено в Китае. Эх, пожалуй, пойду гулять. Подожди, мы же еще не досняли обзор. Ну ладно, ладно, давайте доснимем. Вот мы и добрались до ее нижнего слоя надежды. Оно представляет собой колготки и платье. Давайте рассмотрим платье. Само платье, оно очень миленькое. Оно выполнено из такой же ткани, как и подкладка в ее шапочке. На нем тоже сердечки, только почему-то меня смущает, что на верхней части его сердечки вверх тормашкой. Я не знаю, так и должно быть, или это у меня такой брак. Также оно обильно украшено кружевом, на манжетиках, на воротничке. На воротничке тоже есть вот такой вот алый бантик. И также у нее есть вот такой вот пояс. Он отдельно не снимается, он представляет целостное платье собой. И он более яркого цвета. И вот так вот он выглядит, он более такой прямоугольный, прям я бы сказала. И очень любит сползать вверх. Также безумная миленькая деталь на этом платье. Это вот такой вот заботливый мишка, нарисованный прямо на юбке. Он держит вот такой вот радужный шарик. И на его пузике тоже изображена радуга. Это платье также двухслойное. По верхнему слою проходят два вот таких вот слоя кружева. Одно поярче, другое побледнее цвета розового. И также есть вот такой вот нижний слой. И на нем тоже есть два слоя кружева. Вот так вот выглядит платье сзади. Оно крепится на липучке. Под платьем есть вот такие вот колготочки. Они очень, кстати, толстые и нежно-пудрового цвета. Крепятся они на резиночке. Ну и осталась последняя деталь. Это ее ботиночки. Они просто безумно миленькие. Они сами очень ярко-розового цвета. Сверху на них тоже есть мех и бантик, который их очень мило украшает. И также у них безумно милая подошва. Она розового цвета. И также на них изображены лапки мишки. Это просто безумно милая деталь. Но, к сожалению, в таких ботинках нельзя будет ставить куда-нибудь, чтобы пофоткать. Или что-то придется под них подстилать, чтобы они не испачкались. Так как подошва выполнена из фетра. В таком наряде она, в принципе, может пойти и прямо сейчас погулять. Ну не, вообще будет выглядеть странно, потому что у нее зимние ботинки и зимняя шапочка. А так, это платье очень даже летнее. Ну и давайте рассмотрим, пожалуй, очень просто, наверное, самую милую деталь. Хотя тут просто уже мелоты просто зашкаливает. Это вот такой вот для плюшевого мишка. Он сам нежно-розового цвета. У него есть носик, такой прям ярко-розовый. Также точечки и улыбка. Он очень мило улыбается. Да. Также у него есть вот такие вот глаза. Они ярко-розового цвета. На них есть реснички. И также у него есть пробки. Ушки у него внутри белого цвета. Тут прям подложен фетр, который не закреплен и очень смешно болтается. Также у него есть волосня, с которой прям можно запитать косички. Ничего ты не понимаешь, это ирокез. Ну ладно, пускай будет ирокез. То какой-то у тебя он идет вдоль, а не поперек. Ну ладно. Также у тебя есть пузико вот такое вот, да. Оно беленькое. На нем изображена радуга. Также у него есть ручки-ножки. На ножках есть вот такие вот миленькие следочки в виде сердечка. Также у него есть такая вот бирочка. На нем написано заботливые мишки. И то, что я призвинул в Китае. И готовьтесь к просто самой милой мелочи. Та-да! Ну это просто вообще сердечко прям на попке. Это прям вообще... Это сердечко выглядит просто очень мило. Оно такого красного цвета, уже не розового. И также у него есть такой вот хвост. В комплект уколки входит вот такая вот карточка с ее фотографией. И также на ней написан стишок в стиле хайку на японском. И также на обратной стороне написана разная информация о куколке. Тоже на японском. Вот. И также у нее есть такая вот беленькая подставочка. Она просто классическая белая подставка Pullip. Без всяких нарисованных как бы нишек на ней. Она может регулироваться по высоте. Можно задвигать и выдвигать вот эту вот подставку саму. А само дно рельефное. На нем изображены всякие узоры. И также эта полосочка выпуклась нужна, чтобы ножки Pullip не уползали вперед. Ну вот мы и рассмотрели очень миленькую Pullip. Надеюсь, что вам понравился этот обзор. И чтобы поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И также всем пока-пока. До новых встреч на канале Единорожка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok